Плохое освещение, нет дороги, плохая вода в водопроводе. Жительница железнодорожного поселка Розы Янкина составила целый список проблем. Это самый отдаленный микрорайон города, отрезанный линиями РЖД. Именно поэтому жители часто жалуются на то, что о них забыли. Но уже сейчас здесь произошла смена управляющей компании СОЗРОК на Куровчанку. По поводу водоснабжения и водоотведения, вопрос сейчас уже решается. В среду будет комиссия, на следующей неделе жители обязательно будут приглашены. Будут обследованы и колодцы. Здесь дело в том, что канализация в выгребные ямы идет. Проверили выполнение работ по благоустройству, в том числе ямочный ремонт. В этом году он проводился картами. Также благоустроены территории около городской поликлиники. Несмотря на то, что работы проведены масштабные, уже сейчас очевидна нехватка парковочных мест. На следующий год запланированы работы по благоустройству этого места. Но самый главный вопрос, который волнует Куровчан – строительство парка. Геннадий Панин побывал в обеих точках, где предложили разместить зону отдыха. Привлекательнее, естественно, стало набережное, где и обещали раньше устроить парк. Это пучок целый. Вот пять кобелей, десяти киловольт. Вот так вот проходит. Говорим о том, чтобы начинать благоустроить, если согласно общей концепции, то вот отсюда. Вот отсюда уже пошло. Эта территория очень затратная в части подготовительных работ. Вынос сетей с предполагаемой территории парка обойдется бюджету по меньшей мере в 11 миллионов рублей. Было принято решение пригласить на место архитекторов, которые смогут объективно оценить, сможет ли эта территория войти в федеральную программу по созданию комфортной городской среды в малых городах. По этой программе должны быть номер один – это высокая посещаемость, номер два – это экономические эффекты. То есть там они очевидны. После объезда территории глава округа встретился с жителями Куровского, чтобы рассказать о том, чего уже добились и что запланировали сделать в ближайшее время. Так в этом году отремонтируют здание скорой помощи, которое сейчас выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. А в следующем году предстоит провести капитальный ремонт в музыкальной школе. На встречи жители обращались к главе с наболевшими проблемами. Каждый вопрос был записан, чтобы передать на отработку курирующим ведомствам, а потом дать разъяснение жителю.